Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы журналистов в прямом эфире федерального телеканала «Россия-24». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона затронул наиболее актуальные вопросы, касающиеся Верхневолжья. Разумеется, главной темой стала кампания по профилактике детского травматизма. Все подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня самое главное — побороть равнодушие взрослых, не только родителей, но и всех тех, кто находится в социуме, рядом с детьми. С этого заявления начал общение с журналистами федерального телеканала «Губернатор Тверской области» Игорь Руденя. Обратить особое внимание на работу по профилактике детского травматизма областное правительство вынудило трагедию в Калязинском районе. 29 июля в дорожно-транспортном происшествии после столкновения автомобилей и скутера погибли трое подростков. Впрочем, это самый болезненный, но далеко не единственный пример. Увеличившееся количество инцидентов с детьми, отмечает Игорь Руденя, может служить серьезным сигналом для взрослых. Вне зависимости от того, какие бы объективные причины не назывались социологами или психологами, наша задача сегодня просто более активно, более адекватно работать в плане профилактики и недопущения увеличения этих случаев даже по сравнению с прошлогодними данными. В настоящее время в Тверской области принят план мероприятий, направленный на формирование у детей навыков безопасного поведения и профилактику детского травматизма. В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделения МЧС и БДД, педагоги, волонтеры. В план вошли мероприятия «Родительский патруль», акции «Безопасность на воде», «Внимание дети», лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. На общественном транспорте, вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещаются информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики. Еще один этап этой работы – приведение в жизнь региональной программы по обучению школьников плаванию и навыкам безопасного поведения на воде. Понятно, что без воды очень тяжело научить детей плавать, поэтому будем смотреть, может быть, так сказать, сделаем тогда программу нашу областную, когда детей из одних муниципалитетов, районов, где нет бассейнов, будем за счет государства возить в другие хотя бы для того, чтобы провести минимальные уроки по обучению плаванию маленьких детей. Еще одной темой разговора стала подготовка школ Тверской области к новому учебному году. Как рассказал глава региона, особые противоэпидемиологические меры будут соблюдаться и на протяжении всего учебного года. Регулярная дезинфекция всех школьных помещений и контактных поверхностей, обязательный температурный контроль на входе в школу. Изменится также и учебное расписание, которое будет составлено таким образом, чтобы развести потоки школьников, а за каждым классом будет закреплено свое помещение. По словам Игоря Рудени, линейки 1 сентября пройдут в классическом формате. 1 сентября все первоклассники пойдут в школу, их по традиции должны за руку провести выпускники, ученики 11 класса. В этот же день, может быть, с небольшой разбежкой по времени будут проходить линейки уже 2-х, 3-х и 4-х классов. Мы считаем, что у нас есть все возможности вернуться к нормальной, размеренной жизни. Также Игорь Руденя коснулся темы развития Ржева и Ржевского района. По мнению губернатора, в муниципалитете необходимо развивать профессиональное образование, создавать для молодежи возможность учиться в родном городе, а для людей среднего возраста повышать квалификацию или получать новую специальность. Для этого в муниципалитете будет реализован проект дуального образования. Такое предложение недавно внес директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский.